Вечером, ну да, бывает, устаешь, но ты поспала и ты опять утром новый. Такой стойкости позавидуют даже те, у кого нет детей. Лилия и Павел в браке 22 года. Как итог, семеро детей. Четыре девочки и три мальчика. Самому младшему ребенку полтора года, старшему 21. Он утром у меня возит девочек в детский сад на работу. Он меня в этом плане прям бережет, чтобы я утром не ездила. Он сам девочек увозит, а я с малышкой и со старшими ребятишками остаюсь. Ну а так, если она по больницам, куда-то еще что-то готовлю, то для меня это... Я сам из многодетной семьи, 8 детей у моих родителей, для меня это не страшно. А ведь когда-то у пары не было своего жилья, даже когда уже было четверо детей. Лилия и Павел жили у родителей. Сегодня мечта о своем доме уже исполнилась. Вот она сейчас вырастет, а вот еще надо, ну по крайней мере супруга прям желает. Мне хочется, да, мне хочется еще маленького. Просто я понимаю, что потенциал, он вообще не исчерпан. Это настолько тебя вдохновляет на что-то, то есть на какие-то развития, еще что-то делать. То есть они тебя стимулируют постоянно. Ты не сидишь. Накануне губернатор наградил семью юбилейной медалью Алтайского края в преддверии Дня матери. Но, как считают супруги, самая главная награда в их жизни – дети. И на семерых они не собираются останавливаться. Когда она говорит, что, наверное, беременна. У меня, конечно, вначале как бы прилив крови, что потом как-то вот все равно, как это умиротарение, радость, что я это увижу. Мне нравится по животику гладить, когда там кто-то есть. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.